Рядовой Алексей Титинко прослужил уже 9 месяцев. В мае пойдет домой. Как говорится, начал обратный отсчет до дембеля. И к окончанию срочной службы вместе с товарищами пороти переселился в новую казарму. Условия здесь очень далеки от спартанских, в которых по представлениям обывателей служат призывники. Их можно сравнить с обстановкой в современных университетских кампусах. Есть отдельная прачечная. Порошок выдает старшина. Подсохшее после стирки обмундирование можно погладить соседние бытовки. Но главное достоинство – это спальные комнаты. Военные называют их на флотский манер кубриками. Я пришел, я не умел ни гладить, ни шить. Нормально заправлять кровать тоже не умел. А в армии меня всему научили. То есть я теперь хорошо глажу, шью и заправляю кровать. Кому где жить, солдаты определяют сами. Поэтому комнаты подобрались по принципу психологической совместимости. В этом случае и служба легче проходит, считают командиры. Хотя к Алексею особых претензий у начальства нет и не было. Военнослужащий прибыл у меня с высшим образованием. Он является отличником как по боевой подготовке, так же непосредственно все мероприятия, которые по физической подготовке. Капитан Терехов рассказал нам, что плохих солдат в его роте не бывает. На гражданку все уходят с благодарностями и грамотами за отличную службу. Даже самые вольнолюбивые натуры к первому месяцу армии привыкают жить по уставу. Тем более, что от монотонной службы всегда можно отдохнуть, например, в мини-спортзале, который расположен рядом с жилыми секциями. Или посидеть в комнате отдыха. Ее раньше называли Ленинской. Алексей здесь частый гость. Изучает историю военной части. Кстати, для Алексея Титенко занятие особо увлекательное, ведь он по образованию историк. Мечтает вернуться в профессию после армии, а пока он солдат и привык подчиняться командам. Часть срочников планирует связать свою жизнь с армией, как это сделал почти 10 лет назад старшина Николай Антоненко. Я вспоминаю себя, каким я был, к примеру, до армии, какой сейчас. Это два разных человека, абсолютно два разных человека. Еще раз повторюсь, что много ответственности больше появилось. Как-то, не знаю, более самоуверен стал в себе. Ну и многое другое. Разумеется, армия остается армией, несмотря на самые идеальные бытовые условия. Тяготы и лишения, конечно, есть. Это и служба в любую погоду, и любое время суток, и учения, и многое другое. Ну и командиры и офицеры по работе с личным составом отмечают, что нынешние солдаты выгодно отличаются от тех, кто служил, к примеру, 10 лет назад. Сейчас военная служба стала престижной. Виктор Лушников, Станислав Колченаев, Вести Хакасия.